Привет, ребята, с вами снова Ирина Сывьян, и в сегодняшнем видео я бы хотела с вами просто поболтать, рассказать вам какие-то самые мои главные новости, и просто поразговаривать с вами на совершенно любые темы, но если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной. Ну и в сегодняшнем видео я бы хотела рассказать вам о новостях, которые относятся как ко мне, так и к ютюбу, и просто ко мне, то есть, ну, думаю, вы поняли, да? Ну что же, давайте начнем с новостей, которые будут играть очень большую роль в судьбе моего канала, и первое из них это то, что у меня скоро появится баннер, и я думаю, что он вам понравится, этот баннер сделала мне одна девочка за сигну, и если же вы тоже умеете делать баннеры, то пишите об этом мне в комментарии, мне будет очень интересно посмотреть, кто же еще может делать баннеры, и мне кажется, это было бы очень клево, если бы я иногда меняла свои баннеры, ну, я не знаю, пишите в комментарии, как вы считаете, было бы это классно или нет. Ну что же, следующая новость, это просто для меня, если честно, полный бум, это то, что я наконец-то придумала, как я вас буду называть, и я вас буду называть пандочки, думаю, вам нравится, но я не знаю, просто я очень люблю пандочек, они очень милые, добрые, добрые, ну, наверное, они добрые, классные, пушистые, я думаю, просто все любят пандочек, именно поэтому я решила назвать вас пандочками, потому что все отныне вас обязаны любить, да-да-да. Ну и, ребята, если вам нравится, то пишите в комментарии, что вам нравится, а если не нравится, то напишите, какое прозвище, ну, или как вас вообще называть, как бы вы хотите, чтобы я вас называла, так что свое отношение к вашему новому имени, прозвищу пишите в комментарии. Ну что же, теперь, ребята, я бы хотела рассказать вам свою самую главную новость на все это лето, дело в том, что я уезжаю на два месяца в Испанию, и там я буду снимать видео в любом случае, потому что в этом доме я уже была, мы там были в прошлом году, и поэтому знаю, что Wi-Fi там просто летает, как бабочка, я уверена, что видео я буду выкладывать, также, думаю, я буду выкладывать видео чаще всего, которые я буду снимать на улице, на пляже, или же около бассейна у нас там, ну, я сейчас вам объясню, но все равно я покажу вам этот дом, в общем, у нас бассейн, и тут 7 домов, вот так вот, и вот тут наш, и вот так выходит, а вот тут вот пляж уже, то есть у нас вообще очень рядом там пляж и все дела, и это очень клево, и я просто безумно жду уже этой поездки, также летим мы уже 8 июня, летим мы до 1 августа, а весь август я буду дома, у нас в Екатеринбурге, так что было бы клево, если бы в августе мы, например, с вами встретились с кем-нибудь, мне кажется, это бы было просто потрясающе. Еще хочу сказать, что с 8 июня стартует моя, так сказать, неделя влогов, ну, почему неделя влогов? Обычная неделя влогов, потому что, во-первых, мне кажется, это будет безумно клево в путешествии на снять неделю влогов, и еще что я вам хочу сказать, это то, что 8 и 9 июня мы будем с родителями и с Мишей, мы приедем не в Барселону, да, то есть не в Испанию, мы приедем в Париж, во Францию, и будем там два дня, потом возьмем там машину и поедем до Барселоны. Ну, от Барселоны уже поедем до Монройча, это вот наша деревенька, мы будем вот эти вот два дня во Франции, и каждый день мы будем где-нибудь останавливаться, то есть мы будем ехать по дороге и где-нибудь будем останавливаться, там гулять, кушать и все дела, также будем там останавливаться на сон, мы, естественно, не будем спать в машине, потому что мы возьмем достаточно маленькую машину, но это было бы безумно клево, наверное, снять мою неделю влогов, но также хочу сказать, что некоторые влоги могут опаздывать, то есть я могу выложить, например, два влога в один день и, например, ну, допустим, да, и влог среда и влог четверг, да, в один день, в четверг, потому что в какой-то гостинице, где мы будем останавливаться просто поночевать, там может не быть вай-фая, и это безумно обидно, но если же так будет, то, пожалуйста, не расстраивайтесь, но, естественно, все дни у нас выйдут, и также мы приедем, ну, мы планируем приехать в субботу в Монроч вечером, и думаю, приедем, и вечером же в субботу я покажу вам наш дом, а в воскресенье, думаю, мы уже будем ездить там по всяким рынкам, потому что там есть просто шикарный рынок, и мы там будем ездить, и мы там будем покупать всякие там фруктики и так далее, и сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не понтуюсь там и не считаю, что этим вообще стоит понтоваться, потому что, ну, понимаете, мои родители просто, ну, мой папа сказал, что нам нужно оздоравливаться, да, вот этим вот всем, так что я ни в коем случае не понтуюсь, и я просто рассказываю о своих планах на лето, так что вы меня сами просили снять такое видео. Также некоторые говорят мне, Арина, побри брови, там, вообще, быщие по себе брови и так далее. Я хочу сказать, что они у меня оформленные, то есть, ну, думаю, вам будет это не очень видно, но они у меня, в принципе, оформленные, так что они у меня просто густые, я не хочу себе делать такую, ну, маленькую, такую полосочку вместо бровей, мне очень нравятся брови, например, у Натальи Водяновой или же у Кары де Левинь, вроде бы правильное ударение поставила на фамилию, честно, не знаю. Так что мне у них нравятся брови, и я считаю, что какие брови, ну, вот, какой формы брови дала тебе природа, те брови нужно носить, и вообще, я так считаю, про всё в целом, про всю внешность, и, например, если мне вот дала природа вот такие вот волосы, там, блондинистые, допустим, да, то с такими уж мне и ходить, и не перекрашиваться же мне в какой-нибудь, там, тёмный, так что, ну, я думаю, что естественность это самая красота, самый сок, вот, так что у меня такие густые брови, и я этого нисколько не стыжусь, я их оформила примерно неделю назад, так что, ну, не знаю, пишите сколько угодно, мне, в принципе, без разницы. Также мне некоторые говорят, что у меня армянская фамилия, и мне ещё один раз написали такое, что-то там, армянка, вали в свою Армению, чего понаехали. Ребята, реально, вот, вы вообще, вы соображаете, что вы говорите? Я хоть немножко похожа на армянку вообще, даже если из этих соображений. У меня фамилия нисколько не армянская, она гораздо больше еврейская, но национальность у нас, мы все русские, у меня мама как родилась в России, в Екатеринбурге, так и папа, так и бабушка, и дедушка, они тоже родились рядом с Екатеринбургом, и другие бабушка с дедушкой тоже родились где-то в Екатеринбурге, или рядом с Екатеринбургом, я точно не знаю, но где-то в России, так что так писать, это очень глупо, ребят, если вы не знаете, о чём вы говорите, то зачем так писать? Я не считаю, что если я должна быть русской, то у меня, значит, обязана быть фамилия, там, какая-нибудь Иванова, Сидорова, Петрова, но я так не считаю, и, да, если у вас такая фамилия, то не обижайтесь на меня, пожалуйста, я просто сказала фамилии такие для примера, потому что они наиболее русские, что ли, ну, да, то есть у меня не обязана быть фамилия, я ещё раз говорю, Иванова, Петрова, могут быть ещё и другие фамилии, ребят, у меня, например, у моего братика есть друг, и у него фамилия совсем не русская, но, тем не менее, они тоже все русские, так что это очень глупо, что вы такое пишете, если вы не знаете, но это просто показывает вашу недалёкость ума, вот и всё, так что, ну... Я же хочу сказать, что совсем скоро на моём канале выйдет видео «Собирай чемодан вместе со мной», потому что меня просили снять такое видео, но когда меня спрашивали, поеду ли я куда-нибудь, я говорю, да, поеду, но я пока ещё не раскрывала им этот секрет, куда я поеду, и меня просили снять такое видео, так что, скорее всего, следующее видео будет именно таким. Ну и, наверное, на этом всё, я рассказала, вроде бы, вам о всех своих новостях, также ещё раз хочу сказать, что в августе, скорее всего, я сделала какую-нибудь встречу со своими подписчиками в Екатеринбурге, да, в Екатеринбурге. Так что всё, ребята, всем пока-пока, с вами Арина Свян, все здоровы, счастливы, также ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите внизу добрые, позитивные комментарии, и также проведите это лето просто незабываемо, потому что, блин, я закончила 7 класс, и я не хочу вообще в школу, совсем, нет, не хочу, нет, не хочу я в школу. Тем более у нас ещё идёт разделение по классам, ну, мы уже всё написали, там, эти экзамены, вот это вот, всю балабуть, вот, так что некоторые ребята ещё придут из других классов к нам в класс, и я, если честно, надеюсь, что это будут хорошие ребята, ну, я их знаю, в принципе, но... О, кошечка, боже мой! В принципе, знаю их, но не знаю, хорошие они или нехорошие, так что хорошо вам провести это лето, и кошка там шуршит пакетами, и, пожалуйста, проведите это лето вообще шикарно, чтобы вы пришли в следующем учебном году хорошо, разбежавшими, такими-то крутыми, также, наверное, наверное, я себе сделаю скоро стрижку, напишите в комментарии, как вы думаете, мне пойдёт, не пойдёт, в пятницу, ну, я уже точно её сделаю, сегодня среда, потом четверг, у меня, кстати, у Миши день рождения в четверг, 4 июня, так что поздравьте его, ему будет очень приятно, он очень ждёт этого дня рождения, когда ему исполнится 8 лет, и я уже заканчиваю это видео 2 минуты, вот, хочу себе подстричься вот так вот примерно, ну, то есть убрать длину, вот, столько хочу убрать, потому что у меня волосы очень сильно секутся, и я думаю, это не очень хорошо, правильно? так что хочу убрать немножко длину, ну, и всё, теперь уж точно всем пока-пока, с вами вернется, здоровы и счастливы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok